И мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу И сейчас мы рассмотрим так называемый арсенал массажиста Мы не будем рассматривать там простыни, шапочки, тряпочки и так далее, столы Сейчас мы рассмотрим, так скажем, аппаратные техники и другие вспомогательные штучки всякие, которые можно использовать В принципе, я сторонник ручного массажа, делать все руками Пальцами, если надо Но если вы много работаете, например, в день У вас устают руки, чтобы их облегчить Можно использовать дополнительные такие средства Это, например, из тайского массажа точечного Разные диаметры у этих палочек, которыми продавливают точки Во-первых, триггерные точки Во-вторых, акуписсура Акупунктурные точки Как на шее, так и на стопах Подробно я об этом устанавливаться не буду Потому что Про все, что будет в этом ролике рассказано Это такое, скажем так, обозрение Всего понемногу Но на самом деле Каждому такому массажу посвящены отдельные тренинги и отдельные обучающие программы Это, в общем-то, такое серьезное обучение Например, точечный массаж Ну, это вот ролик Он хорошо по округлым поверхностям Где вот можно захватить, например, мышцу какую-то Пройтись Вот так вот с утяжелением можно Далее используются, ну, например, вот такие вот массажные вещи Тут шарики Которые крутятся в основном Это все используется для антицелитных массажей А с этой стороны точечный массаж Для своих собственных ладошек То есть в случае, когда вы бережете свои руки Так, я иногда подшучиваю так Так, разряд пошел И начинаем вот натирать Как я сказал, если это антицелитный массаж То, естественно, прежде всего нас интересуют бедра, ягодицы До бока То есть тут в основном Быстрее идет покраснение и гиперемия Вот уже немножко пошла Иной раз используется даже расческа Или, ну, для согревания, для гиперемии Про антицелитный массаж я говорю, да Так называемая массажная расческа У нее там такие шарики, да Обычно бывают То есть ей тоже можно Сейчас А, вот даже есть у меня Многие думают, что это только для головы Но на самом деле И также можно натирать Но желательно через масло все-таки Повеличивая гиперемию И клеточки, клеточки поверхностного организма нашего стимулируем Вот видите, уже пошло покраснение Ну, смотрите, чтобы она расческа была свежая, чтобы не царапала Иной раз я даже видел Женщины рекомендуют использовать Для белья такие, знаете, доски продают Для стирки белья Вот прямо этими досками даже делают И щетки там такие специальные Также для разогрева Вот есть всякие Типы такого эспандера Который обычно там для себя используют Почему бы не использовать это для ваших клиентов Это также можно достаточно быстро И эффективно человека прогреть Плюс акупунктурное воздействие Ничего не колется ли? Нет, нет, нет Для точного массажа Также хорошо подходят вот такие вот Конструкции Типа молекулы У них так же есть разная Разный радиус Там, где надо Где вы локтем не можете продавить А вообще, в принципе, это даже Ну, важно Потому что у меня было Сколько раз я себе срывал оба локтя Были бурситы То есть это выходило синавиальная жидкость Из локтя раздувалось Меня откачивали В течение целого месяца я лечил локоть А об что я его повредил? Об спину людей Это представляется настолько закостеневшие мышцы Закаменевшие, так скажем Да, прям как камушки Поэтому иной раз вот такие вот инструменты Они нам помогают Есть вот такая посерьезнее молекула То есть если это простая Простой вариант То тут вот есть, смотрите И поострее всякие Корона такая И вот магнитный резонатор И разного диаметра Шишечки Также можно выбирать для точного массажа Для очень точечного Или использовать для растирания Но опять же все-таки Чуть-чуть для демонстрации Масло придется взять То есть берем И достаточно быстро, энергично Растираем Как раз мы проходим мимо Остистых отростков И возлагаем их на паравертебральные мышцы Которые нам и нужны И в шее достаточно приятно Ну вот те же вот Игольчатые такие вот валики Просто пока продемонстрирую Также вот есть такой Аппарат Прибор, даже не знаю, как его назвать Но это не прибор Потому что это просто монолитная конструкция С шишечками С горбульками такими Где вот разное есть расстояние И разный диаметр Он в принципе там есть целая карта Наложения на определенные точки человека Их можно на живот подкладывать То есть делать Пока у вас человек, например, лежит на столе Вы подложили ему под сигновидную кишку И он лежит И продавливает эти точки Они уже начать разъезд То есть у него расслабляется толстокишечник Ну там под печень Также можно подложить Используется для самостоятельного использования Мне, кстати, очень помогает Потому что как раз он хорошо Видите, мимо артистов отростков Соприкасается практически в точках Реберно-поперечных сочленений И когда, если есть какой-то зажим В позвоночнике, особенно в грудном отделе Или в пояснице даже Ну у нас в мастеровках, как я говорю Мы сами тоже страдаем У нас и артроз бывают И пальцы пухнут от работы Особенно массажист много лет работает У него сключивают пальцы Суставы расширяются Болят ноги, вены, поясницы Потому что постоянно столк согнувшись Мы работаем в три погибели Также, чтобы себя не повредить Вот он, просто рекомендую Он помогает нам самим Пролежав на нем минут 10 Уже идет раскрепощение Вот позвоночный столб идет вот так вот И позвонки, вложась на него Они как бы расширяются Получается декомпрессия Мягкая, тянущая декомпрессия Сначала через боль Потом все легче, легче, легче И у вас идет расслабление поясницы Ну, в смысле всего позвоночника А здесь для человека Мы также можем его использовать Для быстрых Таких растирающих эффектов Ну, например, для шеи Чтобы, как массажер Достаточно быстро и эффективно Продаете эти вот бугры серьезных мышц А мышцы по консистенции Я вообще стал их уже делить и разделять Сначала идут сметанообразные Потом пластилинообразные мышцы Потом глинянообразные Потом деревяннообразные Потом каменообразные То есть они по консистенции Плотнее, плотнее, плотнее Если человек собой вообще не занимается То там настолько все забито Настолько они жесткие становятся Что иной раз реально Без этих препаратов не обойтись Ну и так же вот меняем Любые вот расстояния Как вот точный массаж Можно одну шишечку эту использовать Ну, у меня в описании Посмотрите, как они называются Вот так, в принципе, интернет пестрит Продажами подобных штуковин Так же вот используются коврики Ляпко Так называемые Вот обычные акупрессуры Как там по кузнецовую Или там разные Они пластиковые Здесь смысл в том, что они металлические Вот эти штырьки Гвоздики С достаточным проникновением То есть у них высота примерно 3 мм Но не протыкают кожу То есть они проникают, но не протыкают И они из разного металла сделаны То есть между ними получается индукция Гальваника Гальваническая идет напряжение Гальваническая, да И разница через кожу Она вот так как бы замыкает Разница потенциалов там садаются Да, ну как паш-проводники Практически, да, разница потенциалов Соответственно, вы можете Перед процедурой, но ненадолго Наложить Во-первых, как для себя используют Но так же и для клиента Терпимо Наложить Пусть он пролежит А те люди, которые К такому уже привыкли Ну Не привыкшие люди Максимум от 1 до 2 минуты удерживают Есть такие, которые давно их используют Они уже на них чуть ли не засыпают И им очень хорошо помогают То есть минут 15-20 Что вполне может на него пролежать Тогда, когда вы переворачиваете человека И пока работаете с животом И с грудным отделом Вы можете ему положить под спину Под нужный отдел Ну, соответственно, на стол Этот коврик И так же дополнительно Использовать его Для человека Ну, опять же В общем, эти все средства Многие, они как бы для самостоятельного использования Это тоже валит Для самостоятельного использования Здесь, по идее Ложится остисты отростки Чтобы их не продавить А мы можем их Использовать Для продавливания точек На нашем пациенте Как вы знаете Точки, они тут идут Вообще вдоль всей спины Их очень много Даже не смогу сейчас перечислять Так же Как вспомогательный Такой лайфхак Скажу Можно использовать Свечи Фитосвечи Не знаете, да Что это такое Пока мы работаем С человеком с половинкой Тело И у него голова лежит На боку Вот Таким образом У нас открывается ухо Ну, я не буду распаковывать В это ухо вставляется свеча И У него вот эта часть С фольгой Она не горит А вот это горящая Ну, воск С полостью внутри Пока воск горит Создается турбулентность И он нагревает Тепло воздух опускается вниз Естественно, холодно поднимается вверх Он нагревает ушную серу Она расплавляется И поднимается И застревает Вот в этой фольге Только это делается через бумажку То есть делается в бумажке прокол Чтобы пепел не падал И вставляется в ухо Реально Я делал Видно серу Она тут действительно поднимается Там всякая грязь Такая остается Можете клиенту потом показать Вот видишь Что я тебе почистил ухо За дополнительную плату То есть дополнительную взимать Ну, условно говоря Сто рублей За такую процедуру Соответственно Обрабатываем потом Обрабатываем другую половинку Она говорит, что у них 5 Обрабатываем другую половинку Переворачиваем человека Переворачиваем голову И в другое ухо используем Также вот Многие знают Про такой прибор Китайский с эбонитовыми наконечниками Скальпель-массажер У них называется Я не знаю, как он точно называется Обычно для самого Для самостоятельного использования Применяют Но это не то Гораздо приятнее, когда вы Другому человеку С такой легкой вибрацией Одеваете на черепу В основном волосяная часть Головы используется И хаотично В разных направлениях Вибрируете Это все делается медленно И соответственно Его массируете Ну, так же Почему-то все думают Про голову На самом деле Это можно Любые округлые мышцы Промассировать Плечо Широчайшие мышцы Ке годится Ну, не хватает масла Поэтому я не буду сейчас показывать И обратно возвращаемся Медленно Один, два Раза красависток И одеваем опять на голову Она сама под свою пуглость Будет потихонечку сползать И как дополнительная защита Вместо Шапочки из фольги От всяких сущностей От энергетических паразитов Мягко сняли Далее Что мы еще используем Вот вибрационные техники Бамбуковые палочки Креольский массаж называется Там сыпучее вещество Эффект такой Что мы когда бьем по человеку Ну, а ударно-волновая терапия Она существует И там разные есть методы ударов Кулаками, ладонами, пальцами И разными предметами То вот такими В смысле тут Чем они хороши? Во-первых Для институтного массажа используется Потому что За счет вибраций Идет импульс внутрь И такой потрясающий эффект получается Снаружи Вроде бы поверхность кожи Остается холодной А внутри Она согревается То есть Позникает импульс гораздо глубже Под разными углами бьем Соответственно Этому посвящен И тоже отдельный тренинг За 5 минут я всего не смогу объяснить К таким же ударным техникам Относятся и Техники с Бамбуковыми вениками Используют Назвается Самурайский массаж Использовали его Самураи Ну, говорят еще Команда Динамо Спортсмены в Советском Союзе Для быстрого восстановления После тренировок Достаточно быстро Это все пробивает То самое главное Не задевать Кончиками веника В кожу Чтобы просто не царапалось Можно также вот Менять плотность Отдельным локальным местам пробивать Двойной удар Двойной веник Все делается Весело Под альтимическую Бразильскую музыку Бразильскую попку Тоже пробьем Также Этому посвящен Отдельный Тренинг Тоже Вот Для Самостоятельного Применения Я обычно Использую Только не бойтесь Битвы Ничего тут страшного Нету Сам себе Пробиваю Холку Шею Ну, практически Там все тело Бедра В общем И также можно Вашего пациента Простучать С ударно-волновыми Методами Или вот Например Тазовую кость Отодвинуть Делаем валик Над Из кожи Над подвздошной костью Чтобы не было вольно И Растукиваем Крестец Весово-подвздошное сочинение Растукиваем Не больно тебе Нормально Если делать правильно Бить не по костям А все-таки Через кожу Через ткани Человека То это В принципе Не больно Из таких приемов Ударно-волновых Ну ладно Сейчас Другой покажу Вот еще есть Такой массаж У нас Четыре стихии Земля Вода Огонь И ветер То есть там Как по сценарию Разыгрывается Впечатление человека Его тела О том Что с ним происходит Сначала это жесткое воздействие Практически Ударное Это все огонь Они заряжают Энергетически Это тело И потом Нужно его Расслабить Успокоить В конце Такая расслабуха Такой релакс Начинается Хотя Зигарь его накрыл Через голое тело Эффективнее Двери свежие Еще не разработаны Совсем свежие Не открываются Соответственно Проходим Не касаясь Человека По Всей Поверхности Тела Ты чувствуешь? Опять же Для демонстрации Мы не сможем Это сделать Долго А вообще Есть даже Специальные Подарицы Вееры Для вот этих Воздушных техник Огнанный дракон По-моему Она называется Массаж Они По цвету Выбирается Их целый набор Должен быть у специалистов Целая коллекция По цветовой Характеристики Они Подбираются Психологически По данный момент К человеку В каком он состоянии Находится И таким образом Отдействие Будет гораздо Эффективнее Используется Даже Как самостоятельная Техника Для полного Релакса И вы удивитесь Оказывается Совсем не обязательно Делать жесткий массаж Чтобы расслабить Ту или иную Часть тела Человека Достаточно По нему Пройтись Ветром Помещение Должен быть Достаточно Просторное Для этого Чтобы вы Могли Обратить внимание Кончиками Вееров На Проблемные участки Либо рука Либо голова Либо стопа То есть Вы воздействуете Уже Более Локально Сейчас Опять же Демонстрация Я Не буду Этого Показывать Приходите На отдельные Специальные Наши тренинги Так скажем По специальным Массажам Массаж Четырех стихий Это вообще На самом деле Минукальная Техника Она Ну Редко Где используется Поэтому Как будто Я даже Подробно Сейчас Про нее Не буду Рассказывать Потому что То что Она уникальна Я просто рекомендую Вам Придеться На сюда Попробовать На себе Тогда Вы Действительно Все Это Прочувствуете К Таким Техникам Ударным Звуковым Волновым Относится Так же И техники Тибетских Поющих Чаш Здесь Эффект Возникает За счет Звуковой Волны Чаши Либо Ставится На Чакры У Человека На Тело Либо Ставится Рядом Ну Хороший Специалист Этих Чаш Набирается До Тридцати Они Разного Диаметра От Блюдечка От Пиала Такой Маленькой До Размера Тазика Который Можно Вставать Целиком Просто Продемонстрирую Ничего Такого Не буду Делать И Специальные Стикеры Которыми Мы Создаем Звуковую Волну Если Помнить Такое Выражение Есть Колокол Лечит Звук Колокола Колокольный Звон Лечит Ну Колокол Звучит Во-первых Ударно В течение Минуты Примерно От одного Удара Здесь Вот этот Звук Если Послушаться Он Другой Он Богатый Бертональными Созвучиями Видите Человек Уснул После Массажа Ветра Богатый Бертональными Созвучиями И Звук Еще Раздается В течение Трех Минут Аж Даже Трех Минут Тут Специальный Росклав Используется Из Пяти Металлов Все Они Подбираются По Тональности К каждой Чакре Свой Размер Своя Звуковая Волна Должна быть Вот Каждый Внутренний Орган Тоже Своя Звуковая Волна И в принципе Когда Проходит Обучение В Тибете Обучают Там Четыре Ступени Есть Посвящение Где Учитесь Прорабатывать От Конкретных Болезней То есть Можно Возвиться На Конкретный Орган Даже От рака Излечиваются С помощью Таких Чашек Представляете Ну Как это Идет В общем Персцентрическими Кругами Идет Воздействие Звуковой Волны Внутрь Тела Человека И Расстрясается Мембрана Клетки Очищается От Схлаков Мембрана Клетки И Дендритов Нервных Окончаний То есть Идет Даже Такое Нейроседативное Воздействие Редитативное Система Человека Так что Это вам не шуточки Это все реально Работает Ну А так же Как я вам говорил Еще один Ларфхак Хотите По секрету Пока вы здесь Аймомент Голова на боку И мы можем Ему сделать Аккупунктурное Воздействие На Конечки Уха Как вы помните Здесь тоже идут точки Отвечающие За позвоночник Вот он пролежал На одной стороне У вас минут 10-15 Этого достаточно Чтобы подействовала Аккупунктура Ухо Снимите с этой стороны Еще Вот Ну соответственно Человека Перевернули Головой И Продавили ему Другое ухо Они в принципе Это не так больно Как кажется Все Вполне Человек Выдерживает На себе Тоже вам говорю Абсолютно без юмора Это вы можете Взять себе Арсенал Своей работы Арсенал массажиста А теперь Дальше мы Увеличиваем Еще Ваш арсенал И ваш Профессионализм Растет Каждой минутой Как я уже Неустанно Повторяю Если руками Мы иногда Массируем То получается Очень долго Какую-то мышцу Расслабить Бывает Настолько Спазмировано Особенности Меозиты Есть Это все Очень долго И много Трудная Многоразовая Работа То нам В этом случае Помогут Вибрации Есть Ультразвуковые Приборы Вибрации У меня Таких Просто Нет Сладко Того Что Даже От них Устанавливаются Кости Позанки Ставятся На место Я Использую Обычные Приборы Вот Такой Аппарат Вибрирующий Здесь Инфракрасный Обогреватель Дополнительно Согревает Очень Хорошо Используют Например Для Поясницы Под Нужным Углом Можно Надавить Под Нужным Углом Можно Надавить На Те Одевы Которые Нас Интересуют Например Эль 5 С Один Сочинение Продавливаю Вниз Вот Туда Либо Для Седачного Нерва Вот Сейчас Прохожусь По Всем Мышцам Ягодиц В Бедро Уперся Бедро Хорошо Игревает Ну И Также Для Самостоятельного Использования Очень Помогает Мне Самому Избавится Чего Угодно От Боли В Плече От Боли В Пояснице От Боли Шеи И Даже Я вам Скажу От Кожных Заболеваний Проблема Маспозий Тоже Уходит Таким Прибором Но Их Много Таких Массажеров Вибрирующих Их Огромная Разновидность Целой Класски Ну Тут Хорошо Он Хорошо Может Обнять Мышцу Вибрию Или Шею С двух Сторон Вот По Сусильным Отросткам Под Челефом Это Вообще Очень Приятно Иной Раз Доволен До Такой Истомы И Приятных Мурашек Захватываем Трапецию И Можно Прочист По Любой Жене Человета Человек Балдеет Закреповал Ну Вот Приборов Есть Еще Конечно Великое Множество Есть Банки Вакуумные Которые Такие Медные Большие Ставятся Капарат Подключаются Мы Вообще Можем Использовать И Поменьше Банки Специально Там Для Хиджама Например Пластиковые Резиновые Силиконовые Там Огромного Диаметра Тоже Тоже Посвящены Отдельные Тренинги Да Баночный Массаж Уже Просто Масла Не Хватает Хорошо Диаметра Позволит Вам Добиться Гиперемии В Том Отделе В Котором Вы Хотите Работать А у вас Не хватает Времени Вам Нужно Перейти Например К шейно-воротниковой Зоне И Сделать Мануальные Такие жесткие Воздействия А вы не успели Разогреть Вот баночка Это можно Быстренько Разогреть И Короче Одной Другой И Быстро Приступить Как бы К своей Основной Часть Работы По которой Человек К вам Обратился Так что Смотрите Я Не настаиваю Приемов Очень много Как я Уже Говорил Повторяю Что Я Просто Сторонник Работы С только Одним Прибором Своими Руками И пальцами Но В принципе Всегда Есть Альтернатива Всегда Есть Чем Вы можете Увеличить Свой Профессионализм И Понимаете Когда у вас Это все Есть В наличии У вас Повышается Сразу Лояльность От клиентов К вам Сразу В вашу Карму В вашу Копилочку Еще Несколько Дополнительных Плюсиков Появляется Он Увидит Ваше Отношение К работе Ваш Профессионализм И Соответственно Ваши Пациенты Всегда Останутся Довольны Поэтому Не теряйтесь Подписывайтесь На наш Канал Еще Это И банное Парение И обертывание И медитация И психологические Там Аутотренинги Все возможные Это Целая Плеяда Разных Направлений С разными С разной Глубиной Пластов Знаний Понимаете Так что Академия Средственно Ориентированных Практик Вам это Все расскажет Поможет Научит И вы Сможете Использовать Даже в своей Работе После тренинга Буквально Вот завтра С понедельника В путь Даю вам свет Дорогие друзья Даю вам свет Радость Улыбки И счастье Поэтому Не теряйтесь Подписывайтесь Ставьте нам лайки С вами был Олег Алавгудвин До новых встреч Пока-пока